Здравствуйте! Вы смотрите «Наше утро» на Амурском областном телевидении. Сегодня весьма красивая дата, 10-10-2022. Мне кажется, сегодня, в этот понедельник, как нельзя лучше она подходит, и, значит, вся неделя будет хорошей и, самое главное, продуктивной. В студии для вас работает Алина Спаская. Я надеюсь, вы успели за мной соскучиться на выходных. И давайте начнем. Я хочу поприветствовать всех тех, кто сейчас завтракает, потому что первая новость у меня касается как раз продуктов питания. Итак, Амурстат проанализировал динамику потребительского спроса на продукты питания по итогам 2021 года. Я думаю, все сейчас замерли и хотят узнать, что же там статистика нам говорит. По данным статистического ведомства, жители области стали есть, внимание, меньше овощей, яиц, рыбы и молочных продуктов. В то же время, отмечают специалисты, амурчали начали чуть чаще покупать мясо и мясные полуфабрикаты. Уж не знаю, друзья, с чем это связано, с ценами или с качеством продуктов, но давайте как-то придем в равновесие, возьмем какой-то баланс и все будет у нас в норме. Мы будем достаточное количество потреблять в наш организм, чтобы поступало как белков, так жиров и углеводов, естественно, тоже. Вот такие новости с утра. Приятного аппетита еще раз всем, кто завтракает. А мы переходим к анонсу программы, узнаем, что же нас ждет сегодня. Итак, сегодня прислушиваемся к интуиции и не планируем ничего важного на вечер. Так советуют звезды. Гороскоп для каждого знака зодиака не пропустите. А вот в Министерстве образования региона просят записывать своих детей в кружки системы дополнительного образования «Навигатор». Какие направления популярны у амурчан, выяснила Анастасия Слесарева. С гостей нашего утра будем говорить о городском фестивале ландшафтного дизайна и о том, какие объекты из природных материалов создадут студенты дальневосточного ГАУ. Кто из синих воротничков чаще других меняет место работы. Исследование провела одна из крупнейших компаний по поиску работы. Его результаты в завершении программы. Во второй части также беседа с основателями проекта «Мамафест». Спасибо, что все еще вы у экранов телевизоров, наши дорогие зрители. Наше утро продолжается. В студии работает Алина Спаская. И сейчас, по нашей доброй сложившейся традиции, мы узнаем, какие памятные даты и праздничные дни случились сегодня, в этот день, 10-10-2022 года. Итак, поехали. Всемирный день психического здоровья сегодня отмечают. Он отмечается в мире с 1992 года и рассматривает, конечно, проблемы психического здоровья, способы его укрепления, а также профилактику и лечение психических расстройств. Мне кажется, каждый человек должен уделять особое внимание психическому здоровью, потому что оно является неотъемлемой частью и важнейшим компонентом всего человеческого здоровья в целом. Оно определяет состояние благополучия, то есть прекрасно вы себя чувствуете, в хорошем ли вы настроении, либо у вас оно влияет, и какие-то негативные случаются с вами моменты. Каждый человек может, конечно, реализовать свои способности и собственный потенциал только благодаря психическому здоровью. Как он себя в данный момент чувствует, и готов ли он творить какие-то неведомые силы с ним должны происходить, или все-таки нет. Поэтому уделяйте внимание психическому здоровью. Это важно, очень нужно, и что влияет, соответственно, на дальнейшие какие-то его функционал. Дальше идем. Международный день каши. Традиционное блюдо русской кухни, каша, как и кухонь народов мира, соответственно, оно продолжает оставаться популярным уже более сотни, даже тысячи лет. Так или иначе, октябрь, он объединил всех любителей каши, традиционного блюда. В культуре русского народа, в его кулинарных традициях каша занимает, мы знаем, особое место. Она даже становится героиней порой сказок русских, потому что, мне кажется, если кашу есть, то станешь обязательно сильным, крупным богатырем. Или можно сварить кашу из топора, если не есть чего другого, нельзя это сделать. Поэтому каша вот такое особое место, мне кажется, в русской культуре занимает, как и в жизни, в принципе, человека в целом. Поэтому, друзья, кашу ешьте, я вот лично признаюсь, кашу не особо люблю, особенно молочную, но она очень полезна. Поэтому, если вы сегодня позавтракали кашей, значит, день у вас пройдет хорошо, и главное, вы отметили сегодняшний праздник. Итак, еще раз, в 1918 году, 104 года назад, в результате реформы в России, окончательно официально была введена новая орфография. Что это значит? Был принят декрет Совета народных комиссаров и постановление Президиума Высшего Совета народного хозяйства, внимание, об изъятии из обращения общих букв русского языка. Это истеричное, фито и ять. В соответствии с реформой из алфавита исключались эти буквы, соответственно, и вместо них должны были употребляться Е, Ф и И. Исключался также твердый знак на конце слов и частей сложных слов, но сохранялся в качестве разделительного знака, например, слова такие как подъем, адъютант и так далее. Поэтому вот сегодня такой памятный день тоже отмечается. Ну и переходим к еще одному неофициальному празднику. Сегодня день шуршания листьями. Не мудрено, что он отмечается в октябре, потому что у нас погода располагает, листва, естественно, под ногами тоже, потому что деревья, к сожалению, у нас становятся без листвы, она вся остается под ногами, поэтому походите по парку, пошушите листьями, отвлекитесь от плохих мыслей и забот и подумайте о чем-то хорошем. Это вот вам мои рекомендации сегодняшнего дня. Примите их и пользуйтесь с удовольствием. Какие направления являются у амурчан самыми популярными в системе дополнительного образования навигатор? Спросите вы меня, а я вам с удовольствием отвечу на этот вопрос. Являются самыми популярными хореография, вокал и моделирование. С каждым годом становится все больше родителей, которые хотят отдать своего ребенка на эти занятия. Однако даже на такие самые востребованные, как я уже сказала, занятия места еще есть, отмечают в региональном министерстве образования. Анастасия Слесарева расскажет, какие способности могут развить у детей. Давайте посмотрим следующий сюжет на эту тему. Сохранять равновесие, правильно вставать на лед, управлять телом. Обучение фигурному катанию включает тренировки на ледовом катке и в спортивном зале, общую физическую подготовку, пластику и хореографию. В этом сезоне мы участвовали в образовательной программе навигатора. Дети начали заниматься в сентябре месяце этого года. Сейчас количество у нас где-то примерно 10-12 человек. Набор у нас продолжается, а мы всех ждем на лед. Записаться на занятия ледового театра танцев в Благовещенске несложно. Нужно зарегистрироваться на электронной площадке навигатор дополнительного образования Амурской области, далее выбрать нужную программу и записать ребенка на обучение. В информационной системе представлено более 5000 кружков и секций. Хореография, гимнастика, фехтование и многое другое. Детям, зачисленным на занятия по программам, участвующим в персонифицированном финансировании, на сертификат начисляется определенная сумма денег. Ребенок посещает занятия и оплата за обучение списывается со счета этого сертификата. Около 40 тысяч детей в Амурской области в этом году уже воспользовались такой возможностью. Имеется возможность записаться как по сертификату персонифицированного финансированный, то есть с затратой средств, которые у вас есть, и по муниципальному заданию. Также широко представлены и программы платные, то есть те, которые реализуют частные организации. Многие из них, конечно, по программе «Новые места», да, то есть вот «Галилео», поработать по экспериментаторам, исследователям, да, «Интеллектуальные витаминки», обратите внимание, очень интересное название, «Интеллектуальные витаминки», для детей с ОВЗ программы, Минприроды с ОВЗ, «Эколята». Наборы для робототехники, туристический инвентарь, альпинистское снаряжение, интерактивные доски, компьютерная техника для творческих мастерских, оснащение образовательных учреждений «Приамурья» новыми современными средствами для дополнительного обучения юных амурчан с 2020 года проходит в рамках федерального проекта «Новые места». В этом году к нему в «Приамурье» присоединились 19 образовательных организаций. В 2020-м их было 22. У нас есть казачий колледж, Амурский казачий колледж, который в этом году также зашли в этот проект и в рамках этого проекта закупили тренажер, тракторный тренажер, с помощью которого своих кадетов они обучают вождению трактора. Плюсы какие? То есть это безопасно, то есть тренажер стоит в классе, и соответственно новые навыки получают обучающиеся. Подать заявку на обучение по программам, участвующим в проекте «Новые места» можно также через навигатор дополнительного образования детей Амурской области. Украсить территорию вуза необычными растениями или объектами из природных материалов студенты Дальневосточного ГАУ могут все. В вузе прошел пятый городской фестиваль ландшафтного дизайна. Какими работами удивляли ребята, расскажет Александра Бродникова, ландшафтный дизайнер-дендролог. Здравствуйте! Здравствуйте! Доброе утро, Александра! Давайте с вами поговорим сначала о фестивале. Расскажите, что это за фестиваль, что он под собой подразумевает. Этот фестиваль проводится уже у нас в пятый раз. Юбилейный. Юбилейный, да. И в рамках этого фестиваля проходят различные конкурсы, в которых участвуют студенты вуза. И привлекаются студенты у нас других учебных заведений. И вот один из таких конкурсов проходил у нас буквально на днях. Ребята... Организатор Дальневосточный ГАУ, да? Да, организует это все Дальневосточный ГАУ. Ребята творили красоту на территории нашего же вуза. С чем связано это все было? То есть это сейчас тема экологии, она везде продвигается. И как раз вот этот конкурс подразумевал использование природных материалов в творческих работах команд. Так, хорошо, давайте разбираться, каких природных материалов? То есть что вижу вокруг себя, или это какие-то заготовки были? Это не были заготовки, это была такая некоторая импровизация. Единственное, им, конечно, за день было выдано задание, это было все на определенную тему. Им выдали задание, в течение первого дня ребята придумывали концепцию, думали, с чего они все это будут ваять, где все это они найдут. Вот это главная, мне кажется, задача, конечно, где все это найти. Да, вот уже второй день это был такой творческий чисто день. Уже воплощали свои идеи. Уже воплощали идеи, все идеи были разные, использовали творческие материалы, такие, какие нашли на улице. То есть это веточки, это листики, это ягодки. Вот, и результатом стали такие очень интересные работы, на фоне которых можно теперь ввести пофотографироваться. Это как некие, наверное, арт-объекты, да? Это арт-объекты, да. Да, то есть этот конкурс, да, он как бы по примеру проходит у нас. Направление это было в 60-е годы в США, придумано, так сказать. И очень интересно сейчас и сильно продвигается по всему миру это направление. А как вы думаете, вот по вашему личному мнению, почему сейчас вот такой интерес? Это связано вот с экологией, как вы уже ранее говорили? Или в принципе вот люди начали увлекаться ландшафтом, дизайнером? Я так думаю, это связано с тем и с другим. И экология, и то, что художники, дизайнеры, многие ищут творческое вдохновение в природе, да, в каких-то вот таких моментах. Причем эти объекты, они какое-то же время стоят, радуют, а потом природа, они, природа их и заберет, так сказать. И можно сделать другие объекты, на этом месте можно другие объекты же потом сделать. То есть такой круговорот объектов в природе, да? Круговорот, да, круговорот получается. Хорошо. А вот студенты, говоря вот непосредственно о их задачах, да, они были ли поделены на какие-то группы или как-то одной общей командой делали это? Да, было несколько групп ребят, студентов, и даже у нас участвовала группа студентов из колледжа строительного, да, у нас. И группы были достаточно такие хорошие, потому что работы на самом деле очень много. Хорошие именно по численности, да? По численности, да. Ну и ребята, очень идеи у них интересные, такие глубокие идеи у них были. В общем, можно прийти полюбоваться. Хорошо. Ну давайте перейдем к примерам. Полюбуемся-то мы это, конечно, 100%, мы придем обязательно. Тем более, что у Дальневосточного ГАУ, мне кажется, такая красивая территория. Вот правда, ты заходишь, и ты попадаешься в какой-то как будто отдельный мир. У вас там все так облагорожено, прямо интересно. Ну вот мы стараемся, и хочется, конечно, это развивать, и уже продумываем какие-то моменты на следующий год уже, чтобы... Есть идеи, да? Да, есть идеи, хочется их развивать, улучшать. Так, хорошо, немножко перескочили, давайте все-таки вернемся. Что ребята изобрели, что же они там сваяли-то? Вот у всех были очень разные работы. Вот одна команда ребят у нас сделала арку такую очень интересную, тоже у них там своя задумка, и она сейчас очень классно смотрится. Арку именно в полный рост человеческий? Да, в полный рост, и даже выше. Ничего себе. Да, там можно кому-нибудь на шею провести. То есть она достаточно высокая, интересная композиция, и она может существовать, и вот осень пройдет, да, листики там что-то, и можно там новогоднее что-то добавить. А, то есть ее можно форматировать, да? Можно, да, то есть в этом вся суть этих историй, что они трансформируются весь год, и служат, могут и год служить, и два, там, в зависимости уже от природного материала, от всех историй. Вот. Другие студенты у нас сотворили такую интересную композицию, на фоне которой можно фотографировать. Фото-зона, да? То есть арка, это, естественно, такой портал-проход получился. А тут такая фотозона, причем тоже интересная, и все, я говорю, все это можно трансформировать по сезонам, по сезонам, да, и по сезонам. Хорошо. А что самого необычного из материалов использовали ребята, вот по вашему мнению? Что они там такого нашли и из природы взяли? Самого необычного прям. Ну, вы знаете, наверное, вот у нас одна команда получила грамоту в номинации «Лучшее флористическое решение», то есть они использовали сухие луки цветущие, да, вот эти вот шарики, и сделали, перекрасили их в другой цвет, то есть добавили. Там была использована рябинка, и им не хватало вот еще нужного цвета, вот формы, они вот покрасили, очень интересная композиция, да. Вот, ребята, которые у нас сделали фотозону такую эстетичную, там у них очень интересный орнамент, то есть это из веток все было выложено, очень сложно, то есть это тема орнамент у них тут была, и там чисто вот графическая, то есть при помощи простых веточек, казалось бы, они сделали очень красивую графичную композицию. То есть они это все сами, без чьей-либо помощи, или вы их как-то консультировали, помогали? Это ребята, нет, это полностью сами ребята, то есть там был четвертый курс, первый курс, второй курс, третий курс, то есть это у нас группы ребят, мы их разбили, это у них такая творческая работа, и постаршие, и помладшие, старшие, и младшие, они между собой все очень хорошо взаимодействовали, то есть это такая коллективная работа творческая. Тем более, что работа на свежем воздухе, да, мне кажется, как приятно сейчас, в такую золотую осень еще творить что-то красивое вокруг себя. Хорошо, и это, я так понимаю, вы упомянули грамоты, что это как-то оценивалось? Да, это оценивалось, то есть на самом деле ребята же свои знания там какие-то, да, воплощали, это знания, да, это специализирование, то есть мы им даем какие-то знания, потом они в каких-то творческих работах могут их воплощать. Да, всем ребятам дали грамоты за участие, вот. Сладкие призы были, обязательно. Хорошо, вот, как это так, поощрение. Слушайте, ну, вас послушаешь, прям хочется немедлее из студии этой выходить и бежать на территорию Дальгал, смотреть эти объекты. Мне кажется, я и наши телезрители этой возможностью воспользуются, тем более, что у нас впереди целая насыщенная неделя, поэтому можно, мне кажется, в обеде на бежев, да, или на выходных прийти. Можно прийти, да, и полюбоваться. Любоваться, да, любоваться, еще, я думаю, у нас тепло чуть-чуть постоит, снег еще все равно, раньше ноября не пойдет. Конечно. Но, кстати, я думаю, что и в период, когда выпадет снег, эти композиции будут тоже очень великолепны. Придут особый еще шарм, да? И они, да, они будут совсем по-другому смотреться, поэтому советую прийти сейчас, потом. Хорошо, все, Александр, спасибо вам большое, приходите к нам еще в гости, рассказывайте о ваших экспериментах, мне кажется, у вас их бесчисленное количество всегда проходит, да? Да, и много, да, и мы стараемся вот как-то студентов занимать, и для города какие-то, может, мероприятия будут еще, мыслей, мыслей, идей очень много. Хорошо, я думаю, мы с вами еще обязательно встретимся, спасибо. Хорошо, до свидания. Как приятно, что вы все еще остаетесь со мной в студии Алина Спаская. Перед экраном наши дорогие и любимые телезрители, я знаю, что вы от меня ждете, что я сейчас скажу правильно, вы уже привыкли и знаете, что в этой части программы, как всегда, для вас, наша постоянная рубрика гороскоп, давайте узнаем, что нам сегодня советуют звезды и астрологи. Итак, по прогнозам астрологов, в первой половине дня нужно прислушаться к своей интуиции, она уж, поверьте, точно не обманет, и достаточно, ее подсказки будут точными и полезными. В первую очередь, это касается личных отношений, поэтому прислушайтесь, я вам советую, и советуют, конечно, звезды. Середина дня пройдет в суете, дел в это время будет очень много, и на вечер лучше важного ничего не планировать, потому что вечер, он знаете, какое-то вот прям сложное время, говорят звезды. Не все, что вы начинаете, удастся вовремя произвести, и вообще, в принципе, вечер какой-то он будет такой неспокойный, поэтому я вам желаю просто расслабиться, просто выдохнуть после тяжелого трудового понедельничного рабочего дня. Вот это такие общие прогнозы звезд для всех знаков зодиака, а для каждого мы сейчас посмотрим, что же звезды там наговорили. Давайте. Овны, звезды не советуют вам выражать претензии на людях. Публика может быть такая разношерстная, что вас банально не поймут. Тельцы, ни на кого не жаловаться. Вам нужно взять это правило на заметку. Таким образом, удастся выполнить задачу, которая приведет к успеху. Близнецы, ваша природная жизнерадостность победит любые преграды и неприятности. Главное, не забывать про тех, кто рядом, и надеется на вашу поддержку. Раки, вам нужно вести себя так, как вы никогда себя не вели. То есть, будьте абсолютно другим человеком, чтобы привлечь в свою жизнь новых и ярких личностей. Львы, интересные перспективы в карьере ждут вас. Удача ждет и одиноких людей, которые мечтали встретить вторую половинку. Девы, вас ждут откровенные разговоры, предложения и запутанные ситуации. Материальное положение не хуже, но и крупные деньги к вам не придут. Весы, звезды рекомендуют провести этот день на адреналине, но только в меру, иначе захлестнет волна непонятных желаний. Энергетический запас у вас огромный. Скорпионы, для вас сегодня главное не утонуть в том болоте, в которое вы уже угодили. Самореализация – штука важная и полезная. Стрельцы, вы с утра нацелитесь на такие масштабные проекты, что сбить вас с пути будет нереально. Интуиция обострится. Можно обращаться к ней в трудных ситуациях. Козероги, сегодня у вас будет легкий шок, когда на работе столкнетесь с теми же проблемами, как и дома. Казалось бы, две разные сферы, а ситуация похожая. Водолей, вам нельзя рисковать даже теми вещами, за которые вы давно не цепляетесь. Опасный день в плане любых резких движений и принятия решений. Рыбы, с финансами – серьезные проблемы, поэтому старайтесь и не отвлекайтесь на разговоры. Размышления по поводу нового избранника отодвиньте на вечер. Девишник для беременных провели в Благовещенске. Мероприятие для будущих мам прошло в рамках проекта «Мама-фест». В нашей студии сегодня его основатели – Валерий и Юлия Бродниковы. Доброе утро! Доброе утро! Расскажите, пожалуйста, прежде всего о своем проекте, уже позже поговорим о мероприятии, проект «Мама-фест». Я так понимаю, вы семейная пара, все верно? Все верно. Да. Кому пришла идея в голову реализовать такой проект и на что он направлен? Идея пришла мне, в первую очередь. Направлена она на том, что поднятие престижа материнства вообще на Дальнем Востоке, в нашем регионе. Вообще «Мама-фест» – это конференции, на которых мы рассматриваем темы, важно касательно родов, ухода за малышом после родового восстановления. То есть это конференции, понятно, что это не одна конференция, да? Это прям ряд каких-то конференций. Ну, вообще у нас он проходит в формате девичника, то есть, ну, скажем так, разово, разу в 2-3 месяца. Но все равно это участницы будут в течение вот какого-то одного срока своего, да, положения, либо вы набираете все время разных? Как вот это устроится? Да, в одном участницы не повторяются, потому что на девичники приходят беременные женщины на втором, третьем уже триместре. Которые вот больше вот туда уже подходят к этапу завершения, да? Так, хорошо. Валерий, Юлия, понятно. А как вы вот присоединились к данному проекту? Ой, слушайте, ну это давняя история. На самом деле этот проект обсуждался еще до пандемии, до всех событий. И Юлия подняла эту тему. И, ну, в свете последних событий, да, такой фокус внимания очень сильно сместился. И все забыли про детство и про то, что все начинается с рождения ребенка, да. И поэтому, ну, мы как-то сели в домашнем кругу, обсудили, что проект действительно стоящий, ну, как бы для развития Дальнего Востока вообще в целом. Ну, для демографии, в принципе, да. Для демографии в частности, да. Хорошо. А как вы набираете участниц? То есть, кто это? Понятно, кто это, да, это женщины в положении, но вот где вы их находите? Ну, через какую-то рекламу, через объявление, либо по знакомству личному? Ну, в основном это реклама в пабликах, в тематических, скажем так, группах. Может быть, многие знают, мы эти проекты проводим в Хабаровске, и многие знают уже о нашем проекте и ждали, когда же он будет в Благовещенске. Я думаю, что больше уже именно из-за опыта проведения в Хабаровске мамочки все-таки регистрируются на Девишник, ну, больше, чем через рекламу. А в Хабаровске почему? Что в Хабаровске? В Хабаровске проект по работе почему? Вы из Хабаровска? Мы из Хабаровска. А, вы из Хабаровска. Все, вот мы и разобрались. Хорошо, а то я думаю, почему же это? Вы приезжие, то есть. Да, верно. Все, поняла. Хорошо, давайте поговорим конкретно о мероприятии, которое прошло в эту субботу, да. Расскажите о нем, кто были спикеры, если назовем их так. Спикеры, это известные в вашем городе врачи, эксперты определенных тем. Грудное скармливание мы обсуждали, обсуждали. Послеродовое восстановление. Прямым приглашали экспертов госорганов соцзащиты, пенсионного фонда и ЗАГСов. Они с мамочками поделились информацией о том, какие пособия мамочка может получить, ну, и на какую, в принципе, поддержку от государства она может рассчитывать. Ну, кстати, очень важный, да, сегмент, потому что зачастую, мне кажется, да, кто столкнулся особенно с этим впервые, не знают, да, куда идти, к кому обращаться, на какие субсидии подавать, да, Валерия, вы со мной согласны? Вы удивитесь, но на самом деле на наши мероприятия приходят мамочки, которые второй, третий раз рожают, потому что многие моменты забываются, что-то изменяется, а здесь девичник проходит в формате открытого диалога, и поэтому они не просто проходят обучение, пришли на лекцию и ушли, то есть, но они могут и вопросы задавать, и получить ответ в частности. То есть, это не просто лекция, где там, вот, прям, слово негде сказать, да, вставить, а вот прям в формате диалога такого. Хорошо. Сколько участников было? Около 60 участниц. Это хорошо? Ну, хорошая цифра? Это хорошая, очень хорошая цифра. И возраст, ну, то есть, он прям тоже варьируется, наверное, да? Да, он разный, ну, как Валерия уже сказала, что мамочки не первый раз беременны, приходят даже, мамочка есть одна, которая беременная шестым ребенком. Да вы что? Она у нас была на мероприятии. Казалось бы, да, опыт уже за плечами, но все равно что-то, все равно, наверное, новое в мире появляется, да, и в том числе. Да, на это и направлен в основном проект, чтобы мамочек научить, да, обучить, рассказать о разных способах, об альтернативных способах, чтобы она выбрала то, что близко, ну, ей. Именно, например, если завершение грудного скармливания, то есть тоже разные способы, чтобы уже то, что ей откликается, скажем так, она выбрала. Хорошо, а по времени это долго длилось? То есть, вот сколько? Четыре часа. Четыре часа. С перерывами. Хорошо, это главное, да, женщины в положении, они все-таки им необходимы, перерывы. А это у вас называется так интересно, девичник для беременных, да? Почему вот такое название? Кто придумал? Ну, как-то мы совместно придумали с Валерием, но здесь у нас на наших мероприятиях такая атмосфера. Мамочка, когда выходит в декрет, да, после седьмого месяца, у нее сменяется круг общения. В принципе. Ну да, мамочка попадает в такую дилемму, когда муж находится на работе, семье тоже не до нее, и наша задача была выдернуть их из этого состояния, создать такую атмосферу, чтобы они могли общаться с другими девушками. Вот. И это, ну, один из таких моментов. И плюс сам по себе девичник, он такую положительную коннотацию имеет. Ну да. Если речь идет о мальчишнике, то здесь такое очень вечно сомнительное. Подумать, да, надо. А девичник, в принципе, это что-то доброе, да, такое подразумевается, полезное очень. Хорошо. Ну вот по опыту проведения, да, этого мероприятия, какие планы на будущее? Раз в три месяца проводить мероприятия в крупных городах Дальнего Востока, в Благовещенске, планируем повторить девичник в декабре текущего года. Уже есть на это желающие? Еще пока не объявляли, но я думаю, что... Наберутся, да? Да, конечно. Хорошо. А вот про крупные города, то есть это не только в Благовещенске и Хабаровске, но еще планируете? В конце месяца это будет Владивосток. То есть как минимум три города в этом году мы точно запустим, в следующем там уже будем смотреть. По спросу, да, наверное? Да, возможно, будет уже Дальнегорода, Иркутск, может быть, даже Сибирь. Хорошо. А у меня вот здесь еще в сценарии написано, что на девичнике была организована фотосессия с фотографом, да? Расскажите об этом немножко. У нас была такая красочно-яркая фотозона с фотографом, где любая желающая мамочка могла сфотографироваться и получить свои яркие фотографии в положении. Хорошо. С эмоциями какими ушли участницы? С положительными, очень отличные отзывы, и нас это заряжает и радует то, что нас принимают и в ваших городах, и нам очень приятно вам дарить радости. Здорово. Я вам желаю вдохновения для будущих проектов. Мне кажется, вы его сполна получили на вашем мероприятии, поэтому пусть все сложится, пусть будет как можно больше участниц, которые хотят прочувствовать на себе эту добрую, да, как мы уже с вами упомянули, атмосферу девичника. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. 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 Хорошей вам продуктивной рабочей недели. Еще увидимся. До скорого. Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok